Поклонников мы не боимся. Мы для всего открыты. Последние юбилеи это показали. Когда от Арии ждать новый альбом? Может, впереди что-то будет? Половина текстов уже написана. Остался, по-моему, акустический концерт. Добрый день. С вами снова Виталий Тандырщик. Вот он мой тандыр. Сегодня будем готовить опять что-то вкусное. Вот у меня есть здесь курица домашняя, замаринованная. Еще сверху картошечка. Также стерлиц. Одновременно мы, конечно, это не сможем сделать. Найк, прекращай. Но по порядку, я думаю, все у нас получится. 5 сидей, которые взяли бы с собой на необитаемый остров. Сразу так не могу ответить. Могу сказать, 5 исполнительней. 5 исполнителей, сиди которых взял бы. Битлес, Криденс, Гранд Фанк, Тип Попл, Пинк Флойд. Ну, еще бы шестой взял в CD с классической музыкой. Что из прослушанного за последний год в любых стилях музыки зашло больше всего? Да я не особо много прослушал за последний год. Больше всего, наверное, мне зашел, хотя это уже, по-моему, года два назад было, альбом Ози Осборн последний. Айрон Мейден без Диккенсона или Джудас Прист без Хелфорда? Ну, Джудас Прист без Хелфорда мог существовать. Айрон Мейден без Диккенсона нет. Так, первая закладка. Вот эту красоту отправляем. Там дыр уже разогретый, подготовленный. Минут на 20. Посмотрим по готовности, буду пробовать. Какая творческая идея давно остается нереализованной, но еще есть желание ее воплотить? И какая идея получила жизнь только через много лет? Через много лет получила, воплотилась в жизни идея этот тур с симфоническим оркестром. Из того, что мы не сделали, остался, по-моему, акустический концерт на акустических инструментах, антлакт. Не просто один концерт, а может быть, тур. Мы давно об этом думаем, но пока не воплотили это в жизнь. Это, в общем, так же, как с классической арией. То есть, ария с оркестром долго ждала своего часа, пока мы, наконец-то, смогли это показать в других городах и поехать с этим в тур. Спускаете ли в отдаленной перспективе проведение тура с тремя вокалистами по подобию Хэллоуин? Никогда не говори никогда. Мы для всего открыты, последний юбилей это показали. Мы ждем и всегда рады всем бывшим исполнителям, которые работали с нами. Не с нами, а в нашей группе. Какая у вас любимая песня, написанная Холстининым? Колизей. По-моему, однозначно. Иди, черт. Черт. Так, ну я думаю уже. Мне кажется, все готово. Если посмотреть биографию Арии и послушать интервью, то там часто кто-то с кем-то ругается и бывает недоволен. При этом у группы ни одного реально плохого альбома. Как получается, что группам выбирается делать качественную музыку вопреки законам психологии? То, что о нас говорят, что мы прям так ругаемся во время записи, такого ни разу не было. Но бывают какие-то трения перед тем, как ты идешь в студию на уровне, когда еще делаются аранжировки или просто подбираются песни. Это не то, что прям война какая-то. У нас принцип такой, если кому-то не нравится, прям вот совсем, мы эту песню просто не берем. А так, чтобы вот мы ругались и были на ножах, это все придумки, я не знаю, там, журналистов или фанатов. Кто-то где-то сказал, кто-то как-то интерпретировал. Мы достаточно дружно всегда записываем альбомы и на позитиве вообще. Если бы вы могли выбирать любую группу, в которой могли бы играть, но не Арию, какая бы эта группа была? Не могу ответить на такой вопрос, не знаю. Столько хороших групп, где можно было поиграть и кого-то выбрать невозможно. Я считаю, что надо быть на своем месте. Три ваших основных источника новостей. А, откуда я черпаю новости? Из интернета, поскольку газет сейчас нет, вот никаких и не читаю. Первое это Яндекс.Новости, второе это Фейсбук, третье это я смотрю ее Инстаграм. Любимая музыка, записанная вне Арии? А как, у меня что, есть музыка такая записанная вне Арии? Ну, может, из раннего творчества, 70-х, 60-х. Я не могу сказать, что у меня есть любимая музыка, записанная вне Арии. Может, я просто забыл уже все, но все, в основном, что я записывал, это была группа Ария. Были какие-то сторонние проекты, совсем небольшие. Вот, допустим, в Маргенте я написал песню «Письмена в облаках». Мне очень она нравится как по тексту, так, по-моему, и по музыке хорошо получилось. Могу сказать, что группа команда «Альфа» тоже оставила самые приятные впечатления от записи нашего первого альбома. Больше у меня не было сторонних проектов. Может, впереди что-то будет? О, черт! Ну, а сейчас блюдо дня. Первый раз готовим. Это лепешки в танвере. Не очень такие получились. Совсем кругленькие, но это же хендмейт, поэтому сейчас, в общем, кладем их внутрь. Попробуем две прилепить на стенки, а две положить на камень. Посмотрим, что получится. Отношение к выступлениям на корпоративах. Отношения к корпоративам вполне нормальные себе. Все зависит от того, кто тебя приглашает и в какой форме это происходит. Обычно, если мы выступаем на корпоративах, это просто наш обычный сет. Минут 50 мы играем на сцене, так что, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Когда и где в последний раз, встречаясь с известным музыкантом, ощущали себя не рок-звездой, а поклонниками? Я не со многими музыкантами общался. Ну, в общем, я всегда в общении с какими-то мировыми звездами, по-моему, вел себя достаточно адекватно. Не как какой-то, а, привет, здорово, чувак. Нет, всегда была какая-то такая дистанция и умножительное отношение, поэтому ничего выделить не могу. Недавно стукнул 30 лет черному альбому «Металлики». Как вы относитесь к этому альбому? Это мой любимый альбом группы «Металлика». Я небольшой специалист. «Мастер оф папец» мне нравится, но, конечно, черный альбом, он переплюнул все в моем понимании, что было у «Металлики» до этого альбома и, по-моему, после. Шикарнейший альбом. И, по-моему, с выходом этого альбома «Металлика» показала, что она не узконаправленный коллектив трэш-метал, а вообще они доступны для самой широкой аудитории. Прямо нормально так прижать. Посмотрим, что из этого получится. Скорее всего, ничего не получится. Но попытка не пытка. Виталий, расскажите, пожалуйста, почему вы ушли раньше всех со сцены 3 сентября? В конце? Ой, не ищите конспирологию какую-то, не занимайтесь. Так получилось просто. Мы все волновались, я волновался. И обычно, когда уже звучит мания величия, мы стоим на поклон. Все, значит, кланяемся. Когда доходит до момента «ла-ла-ла», мы разворачиваемся и уходим. По крайней мере, с Сергеем. Я просто на автомате развернулся и пошел. Когда дошел до края сцены, обернулся, они еще там стоят. Ну, как-то было глупо выбегать назад. Зато я 4 сентября стоял, по-моему, дольше всех. Так что все было хорошо. У меня было хорошее настроение. Может быть, просто из-за волнения, из-за какой-то грусти, что все закончилось. Я как-то пошел так все. И какие-то мысли были в голове у себя. Но никакого негатива в душе не было, кроме положительных эмоций. Далее, расскажите, как вам игралось на одной сцене с Артуром Берговым? Прекрасно, замечательно. Артур профессионал. Я очень рад, что мы наконец-то сгладили все шероховатости в наших отношениях. Теперь мы выступаем вместе. Артур прекрасно спел там высоко, проучаствовал в улице Рос. А на следующий день, когда мы играли игру с огнем дополнительно, он еще и проучаствовал в игре с огнем в качестве второго персонажа, Дьявола. По-моему, очень органично. И, в общем, здорово было все. Почему Артур третьего числа спел две песни, а четвертого числа четыре песни? Потому что были разные сет-листы, разные программы. И четвертого мы добавили песню «Битва» и «Грусогрин». Иди со мной это, давай, я присяду. И режиссер Юрий Сколов, это была его задумка, в общем, и его пожелание вставить эти песни. И, соответственно, там Артур Беркут тоже исполнял роль. В одной песне он был этим, как у вас, санитайзером, как это правильно называется. А в игре с огнем он исполнял роль Дьявола. Но уже он и раньше это делал у нас в концерте, а еще во время работы Варе. И вот сейчас, по-моему, с Михаилом у них получился замечательный дуэт. Ну, что-то уже есть. Я бы уже попробовал. Что? Я бы уже попробовал. Не пропеклось. Не-не-не, Виталий, подожди, чтобы она приезжала. Ладно, веш, там еще. Когда приедете в Беларусь? Не хочу загадывать. Мы всегда с большим удовольствием, с радостью приезжаем в города Белоруссии. Давно достаточно не были в Минске. Но если ничего не сорвется, мы уже сейчас живем в такое непонятное время, когда сегодня разрешили, завтра запретили. И поэтому строить долгосрочные планы очень сложно. Но если все будет хорошо, то приедем в ближайшее время. А когда ждать Арию в следующий раз в Москве? Следующее ближайшее выступление Арии будет 24 сентября в Москве на корабле. Для нас это впервые такой опыт. Не знаем, во что это выльется. Сыграем там практически целиком альбом «Проклятие морей». А следующий концерт по традиции будет новогодний, в декабре этого года. Что еще надо? Ну и не получилось. Я думаю, что температура маленькая. Виталий, не страшно ли выходить из концертного зала, когда у черного выхода поджидают фанаты? Обычный черный вход называется? Нет. А почему должно быть страшно? Что они меня нападут, что ли, на меня? Нет, когда есть время, мы всегда стараемся расписаться тем людям, которые нас ждут после концерта. Тем более, выходим мы после концерта не сразу, а минут через 40-50. Ну можно я еще с вами? Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Здоровья и, пожалуйста, меню побольше. Когда же времени совсем нет и надо быстро уйти с площадки, ну тогда, да, неприятно, что люди ждали, а тебя заталкивают, все, времени нет. И, конечно, мы понимаем, что это отразится на нас в первую очередь, и никому, в принципе, не интересно, что ты опаздываешь. Ну, такие накладки тоже бывают. Во всяком случае, поклонников мы не боимся. Как вам новый альбом Iron Maiden с Инджитсом? Все альбомы Iron Maiden хорошие, и последние не исключение. Я успел послушать несколько раз, но могу сказать, что да, это хорошая, крепкая работа, ребята не стареют душой. Диккенсен замечательно поет, Харрис делает прекрасные аранжировки. И потом двойной альбом, это замечательно, это есть на кого равняться. Виталий, есть ли новости по выпуску бэк-каталога, вдруг говоря? Все, что я сказал, больше новостей у меня нет. Я стараюсь не обманывать своих поклонников, говорю то, что знаю, то, что от меня зависит. Вот я сказал, что мы выпустим что-то новое осенью. Вот мы сейчас выпустили концерт 20-летия. Я рад, что я не обманул ожидания поклонников. Что касается бэк-каталога, лейбл уверяет нас, что все идет как надо, что в ближайшее время уже появятся конкретные новости, когда и что будет выпущено. Что-то не очень. А как дела у вас с сольным альбомом? На самом деле мы работаем с Ритой достаточно продуктивно. Дела движутся, может быть, конечно, не так быстро, как хотелось бы, но что есть, то есть. Половина текстов уже написана. Ну, думаю, что осенью можно будет выпустить сингл. Вот что получилось. Первый блин комом, но не блин, первая лепешка комом. Когда от Арии ждать новый альбом? Когда группе 36 лет, очень сложно загадывать что-то. Но что я могу сказать наверняка, что в будущем году альбома не будет точно. Потому что, в принципе, мы над ним еще и не начинали работать. Наверняка у каждого есть какие-то задумки или что-то. Мы пока ничего друг другу не показывали. С того момента, как мы что-то покажем, проходит обычно год или больше. Потому что пока... Это моя собака там крещит. Пока мы начинаем репетировать, пока мы утверждаем песни, пока мы отдаем их поэтам, проходит не меньше года. Поэтому в 22-м году не стоит его ждать. В 23-м посмотрим. Ничего не обещаю. А может быть, вообще ничего не будет. Еще раз повторяю, потому что лет нам много. Но не хотелось бы, конечно, заканчивать на 13-м альбоме. Мы постараемся что-то сделать. Когда-то. Вот и все. Будет ли отдельно выложена аудиозапись Беспечного Ангела с 20-летия Арии? Если только на YouTube. Потому что, сами понимаете, права мы, так сказать, очистить не можем. Но на YouTube, если ты выкладываешь песню, все вознаграждение идет автору. Поэтому вполне возможно, что на YouTube она появится. В аудиоверсии все равно. Виталий, когда ждать от вас новый камер с сыновьями? Ну, мы все время выкладываем какие-то песенки. У нас наша группа семейная все время находится в стадии полураспада. Потому что наш соло-гитарист, наш третий участник Леша, он все время в разъездах. В данном моменте он находится сейчас в Южно-Африканской республике. Полноценный, так сказать, семейный кавер мы выдать не можем. Но что-нибудь придумаем прямо сейчас. Так, ну и по традиции какой-то кавер. Что ж спеть-то? Вроде все спели. А не замахнуться ли нам, друзья мои, наджудаста, пониматели нашего приста? Можно? Можно? Ну, давай попробуем. Три, четыре. Три, четыре. Три, четыре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok